Сделал посвященный... И, кстати, еще одну вещь скажу, пока неофициально. Сейчас готовится большой труд, он уже на третий год пишется. Это история Ленинградского и Петербургского ЦИДО. Вот обо всем он не меня расспрашивает, а Юрий Личавич знает про ЦИДО больше, чем я. Добрый день. Анатолий Семенович Рахлин, выпускник Педагогического института имени Герцена, где ему, как будущему учителю, твердо били, что дневник – очень важная вещь. Поэтому у него было, видимо, закуплено много таких маленьких тетрадочек. Кто учился в школе, помнит тетрадь для записей слов, допустим, или что-то. И он с первого дня, когда начал работать, он вел эти дневники. Все, что происходило в клубе, он записывал. Накопилась гора вот этих материалов. И на основе вот его записи мы сделали книгу, посвященную 50-летию клуба «Дзюдо Турбостроитель». Там идет разбивка по годам. Все турниры, в которых участвовали воспитанники клуба «Турбостроитель». Удалось такой рейтинг побед выстроить, кто самый успешный в клубе. Например, из женщин – это Татьяна Иванова тренировку, которую вы видели. И после этой книги у Михаила Анатольевича появилась идея, что надо бы вспомнить о легендах нашего дзюдо. К сожалению, вот разрыв в памяти, который произошел в 90-е годы, привел к тому, что люди, сделавшие очень много для спорта в нашей стране, в нашем городе, как-то стерлась память о них. И вот в этой серии мы начали делать ее. И первая была книга, ну, естественно, о Путине, потому что дзюдо должно быть благодарно президенту, что внимание к нему, как к дзюдоисту, обращено и на другое дзюдо. Мы в этой книге постарались ее сделать документальной, потому что, к сожалению, находились люди, которые ставили под сомнение сам факт, что Путин был дзюдоистом, что какие-то вещи. Поэтому, допустим, мы заметку в газете «Вечерний Ленинград» нашли и воспроизвели, говорили, что… Есть человек, который утверждал, что такой заметки нет. Мы нашли ее в публичной библиотеке, она воспроизведена. Значит, Путин в клубе «Турбостроитель» был первым, кто выиграл турнир под дзюдо. Он и Василий Шостаков. Это небольшой турнир был, но тем не менее. Они дзюдо начали заниматься с 1972 года, до этого все были самбистами. И точно так же Владимир Владимирович завершил свой путь в спорте. В 1976 году он выиграл «Спартакиаду Ленинграда». Не «Советского Союза», «Спартакиаду Ленинграда». Но, тем не менее, надо помнить о том, что тогда чемпионаты Ленинграда первые четыре места давали сразу право на звание мастера спорта. У Путина мастер спорта и по самбо, и по дзюдо. Документы тоже приведены. Вот это первая книга. Затем была книга «Ярослав Керат», знаменитый самбист, выигрывавший чемпионаты мира, работавший со сборной Советского Союза и по самбо, и по дзюдо. Последние 10 лет своей жизни работал здесь в клубе «Турбостроитель» как тренер. Затем книга вышла об Анатолии Семеновиче Рахлине. Она в какой-то мере своеобразная выжимка из книги «Тренер», но в то же время мы нашли какие-то новые факты, рассказывающие и о Рахлине, и о его воспитанниках. Вот эта книга для нас была очень важна. Это Арон Боголюбов. Когда дзюдо было введено в программу Олимпийских игр в 1964 году, три наших спортсмена выиграли бронзовые медали. Одним из них был Арон Боголюбов. Они все тоже были самбистами, которые с 1957 года начали потихоньку участвовать в соревнованиях под дзюдо. Арон Гершович выиграл три чемпионата Европы личных, а один командный. Четырехкратный чемпион Европы. И первый призер Олимпийских игр. Так сложилась жизнь, что он живет сейчас в Германии, в Гамбурге. Приехать не может. И мы книгу делали по документам, по воспоминаниям людей, искали фотографии. И когда мы отправили книгу туда, переправили ему в Гамбург, то позвонила его жена, сказала, что Арон спать ложится теперь с этой книгой. То есть для него это было очень важно. И Виктор Антонов. Человек, который женское дзюдо в наш город привел. Первый чемпионат по женскому дзюдо прошел в Японии в 1978 году. Потом началось движение на международном уровне. И Виктор, воспитанник клуба дзюдо «Турбостроитель», начал заниматься женским дзюдо в 1982 году. В клубе «Факел» на Васильевском острове этот клуб существует до сих пор. И вот Виктор сам занимался дзюдо, привлекал Анатолия Семеновича к себе в помощь. Был первый турнир под дзюдо всесоюзный в 1984 году в Тарту. И ленинградки успешно выступили. А с 1985 года уже пошло развитие дзюдо и здесь, в клубе дзюдо «Турбостроитель». Виктор Антонов здравствует, активно работает с молодежью. И, наконец, последняя по очереди книга. Это Татьяна Иванова. Вы видели, как она проводит тренировку сейчас. Она больше всего выиграла турниров под дзюдо разного уровня. И теперь она тренер высшей категории. Активно работающий президент указом в связи с юбилеем клуба. Наградил ее медалью ордена «Заслуги перед отечеством второй степени». Значит, у Михаила Анатольевича, как президента федерации дзюдо, есть желание рассказать о людях, независимо от того, в каких они клубах были, как они делали у нас на очереди, это Александр Корнеев, очень известный тренер, который, в общем-то, всего себя посвятил дзюдо, заслуженный тренер Советского Союза. В марте ему бы исполнилось 70 лет, к сожалению, он ушел уже из жизни. Есть еще, конечно, Евгений Ефремов. Это самый такой успешный дзюдоист, который был воспитан в этом клубе, побеждавший на европейских первенствах, был кандидатом в Олимпийскую сборную Советского Союза, ну и другие. То есть, будем думать, что эта серия продолжится. Юрий Ельич, откуда у вас такая страсть и любовь к дзюдо? У-у-у, ты-то как у Тагира. Все это дело, вернее, все это дело чисто случайно. Вообще, я занимаюсь всякими, так сложилось, книгами, связанными с историей. И больше всего я занимался все, что связано с историей фотографии. Например, двухтомник династии фоторепортеров Була. У нас общая знакомость, Михаил Анатольевичем, и мы с ним встретились 7 ноября 2017 года, в день столетия Октябрьской эволюции. Эволюции он попросил помочь ему в работе над книгой «Тренер». Она была так собрана, но структурировать ее как-то. Вот мы сделали эту книгу, которую теперь перевели на 5 языков. А потом как-то логично сложилось это. Я нифига в дзюдо не разбирался. Пришлось работать в архивах в наших городах. И из этого какие-то вещи выросли. Открылись подробности. У Рахлина тренером был Сергей Дашкевич, который занимался самбо в доме творца-пионеров имени Жданова. А он человек, который с 29-го года занимался дзюдо. Учился в Москве у Василия Щепкова. Как бы оттуда прямая линия идет. В 1938 году дзюдо у нас закончилось. Его из милиции уволили. Он войну отвоевал. И вот мы его биографию, я нашел следы его биографии в архиве литературы и искусства, еще в других архивах. Мы теперь знаем и когда родился, и как он воевал. Он участник и Первой мировой, и гражданской войны. Акацией его брат командовал Павловским полком, который брал зимний. И занимал большой должность. Потом был, естественно, расстрелян. А теперь в Петродворце есть улица Дашкевича. И вот такие вот подробности, которые открывают историю людей. Иван Васильев, человек, который первый был президент Федерации дзюдо у нас в нашем городе, избранный в 1935 году. И самбисты, дзюдоисты. И они все воевали. У них у всех биография. Вот они делали свое дело в войну. Кто диверсантом, кто кем был. Вот дошли там, Дашкевич до Берлина дошел. Там был Кузовлев, который, спасая себя, уехал отсюда. Первый воспитанник Ощепкова еще с Дальнего Востока. Опять-таки воевал. Потом занимался становлением дзюдо в Белоруссии. Они все люди... Это обычные русские люди с уникальной биографией. Потому что они занимались делом, которое им нравилось, выстраивали. И я думаю, что Анатолий Семенович, видимо, от Дашкевича, от дзюдо слышал. Потому что как только появилась возможность заниматься дзюдо, он сразу же сюда набрал ребят. В 1972 году они начали заниматься. Поэтому я теперь просто знаю с чужих уст, из архивов все эти вещи. Но мне бы хотелось, чтобы город не забывал тех, кто здесь работал, кто что-то делал, старался, вкладывал, честно свое дело делал. А с самим Анатолием Ратлиным вы не были. Я встречался, но, понимаете, как бы определенная дистанция была. Я первый раз на него обратил внимание. В 2008 году я с фондом Петербургская фотолетопись делал книгу о Владимире Путине. Он уходил из президентов. И президент этого фонда Валерий Лазовский, который, в общем-то, работал с Собчаком, у него много фотографий Путина было. И в этой книге я увидел фотографию первого дня рождения Путина, как президента в Павловске, в подворье. И я обратил на меня все вместе, а стоит один человек на первом плане, но отдельный от них. Меня заинтересовало, кто это такой. Это был вот как раз Анатолий Рахов, который везде себя мог, вот умел держать на особицу. Вот с тех пор я как бы стал спрашивать, кто это. А так все это вещи случайно. А в первом ренгарском чемпионе мира есть планы о Соколове? Да, да, есть. Там, конечно, есть сложности в их биографии, потому что люди, которые, ну, много сделали для дзюдо, потом с ними, с некоторыми из них произошли не очень такие, жизнь с ними обошлась достаточно сурово. Вот, но есть, да. Вот та книга, о которой говорил Михаил Анатольевич, что мы сейчас давно уже работаем, история ленинградского, петербургского дзюдо в именах, фактах, событиях. Вот стараемся, чтобы как можно больше фамилий людей было возвращено, кто тогда занимался. Все вроде как одинаковые, а потом кто-то побеждал, а кто-то нет. Вообще такой вот феномен ленинградского дзюдо, они же все вышли из самбо. Вот пока не было официально дзюдо, с 1957 по 1972 год, у нас столько было успешных дзюдоистов, ну, Сергей Суцлин, уникальный, например. Сарабелкович. Да, уникальный, но он потом тренером в ЦК был. Там они в сборной были, успешно выступали, а потом прошел 1972 год, и все как провалилось. Перестали ленинградцы быть в сборных, никуда не брали. Загадка, почему так, не знаю. Почему решили не давать имя второе, первое? Ну, дело в том, что есть дизайнер, он, причем сам Ярослав не очень, ему нравилось, что вот его Ярослав Стефан. Поэтому внутри книги он назван, как положено, а здесь, тут же, Боголюбов он, Арон Гершевич, его то Георгиевичем, то Григорьевичем звали. У Анатолия, он сам рассказывает, он Соломонович, но его ребятам было трудно говорить, такое длинное имя, они его стали звать Семеновичем. Ну, как бы у всех какие-то свои истории. Какие тиражи книг? А? Тиражи какие? Этот Юля спрашивайте, я, честно говоря, не знаю. Не думаю, что они очень большие, потому что это, в общем-то, дело такое затратное, потому что хотелось сделать качественно их. А ключевая проблема, конечно, это фотографии, потому что фотографии, ну, не очень. Особенно, когда ты берешь из газеток. Я вот сказал сейчас Борису Михайловичу Петровскому, очень жаль, что у нас нет такой газеты, как «Спортивная неделя Ленинграда», что она перестала выходить. Потому что уникальное издание, содержащее, я вот ее сейчас смотрю, они ни одного события в жизни города не пропускали. Силе опыта. Да. И если бы что-то, ну, в интернете хотя бы сделали, то было бы неплохо. А в 30-е годы у нас выходила газета «Спартак», то же самое газета, в которой вот вся жизнь города спортивная была. Самые мелочи замечали и делали. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.